Дотронуться до звезды и услышать от нее дельный совет. В рамках программы, проходившего в минувший уикенд Кубка Поколения, в Набережных Челнах прошел мастер-класс экс-капитана сборной России по хоккею Алексея Морозова. Днем в субботу он провел тренировку с 10-летними игроками Челнинского клуба. О приезде знаменитости мальчишки узнали лишь за день до тренировки. Но успели подготовиться и в том числе запаслись блокнотами, фломастерами и кепками для автографов. Как прошла встреча поколений? Последние секунды, передача, бросок и гол! Алексей Морозов! Серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, дважды обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов. Сегодня он тренер для этих мальчишек. Многие ребята спортшколы с волнением ждали этой встречи. Но к самой тренировке собрались, сконцентрировались на процессе, следили за каждым движением, ловили каждое слово звезды. Детям, безусловно, интересно выходить на лед с такими знаменитыми хоккеистами. Алексей показывает какие-то навыки, дети их запоминают. В дальнейшем будут их более сильнее разучивать, укреплять, совершенствовать. Алексей Морозов показал ряд своих секретных приемов. Сначала несколько упражнений на оттачивание катания, потом ведение шайбы, затем броски поворотом. Один из самых зрелищных хоккейных элементов – пробитие булитов. Их исполнение именитым товарищем вызвало у ребят неподдельный восторг. Ну и полезность занятия они также оценили. Я сейчас лучше стал стоять как бы на булитах и играть было бы грыж. Лучше стало катание получаться, стал лучше обводить вратаря и отдавать пасы. Я научился двум новым упражнениям, которые мы не делали. Это змейка и передача схода, бросок. Ну а все остальное мы уже знали от нашего тренера. Полтора часа на льду пролетели незаметно. Под занавес занятия новоиспеченный тренерский дуэт Алексея Морозова и Виктора Сергеевичева провел эстафету для проверки индивидуального мастерства и командного духа. Я думаю, ничего я им нового не открыл. Они это все знают. Тренер дает такие же упражнения похожие, поэтому все это в методике написано. Я думаю, им больше нравится общение и покататься со мной, пообщаться, поговорить, что-то посмотреть, пасоваться. Они многие просили, можете со мной проехать, можете со мной. Поэтому для них это интересно и ради этого я здесь. После тренировки гость осадила не только толпа ребят, но и другие любители этого вида спорта. Ведь занятие проходило в открытом режиме. Даже болельщики на трибунах имелись. Ну и, конечно же, без общей фотографии на память отпустить Алексея Морозова просто не могли. Тагир Закиров, Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережная и Челны. И вот под вечер под сводами Ледового дворца спорта сошлись все звезды. Звезды хоккея. Реального спорта, как Алексей Морозов и киношного. Актеры телесериала «Молодежка». Посмотреть на это, а вернее на главные события дня, матч юбилейного пятого кубка поколения, собрались полные трибуны. Перед лицом челнинских любителей хоккея развернулась битва сборных из сильнейших игроков молодежной лиги, команд «Восток» и «Запад». А до игры зрители порадовали ярким светомузыкальным шоу. Подробности в репортаже Кристины Маматовой. В Ледовом дворце царил аншлаг. Пока одни в фойе фотографировались с актерами популярного телесериала, другие спешили скорее занять места на трибуне. Тем временем в медиа-центре хоккейного клуба Челны шла пресс-конференция организаторов хоккейного праздника. Честно скажу, у меня вот эти матчи, они намного интереснее, чем те же матчи звезд. Пусть не обижаются на меня звезды, потому что здесь есть азарт, здесь есть кураж, здесь борьба, битва, бьются пацаны. До того, как пацаны начали биться, на Ледовом арене развернулось лазерное шоу и настоящий балет на коньках с национальным колоритом. Представление игроков, участников встречи тоже обставили по-особому. Каналов, Айдан, Челны, Беломатичный Челны. После того, как все торжественные речи отзвучали и отыграли гимны, началась та самая ледовая битва, ради которой были раскуплены полторы тысячи билетов в считанные часы за несколько дней до матча. А в нем большее рвение проявила команда в белой форме – «Восток», за которую, кстати, играли и местные ребята. Сразу два киста клуба Челны получили приглашение – нападающий Айдар Хананов и вратарь Михаил Дорофеев. А их тренер Айдар Мусакаев стал вторым наставником этой сборной, которая открыла счет в матче. Александр, вы сегодня автор первой шайбы. Какие эмоции? Сначала по началу никаких не было. Потом пошла радость, когда команда завелась. Когда начала команда радоваться, пошли эмоции. Итог первого периода – 2-0. Во втором Запад предпринял попытки отыграться, но тщетно. И отрыв только вырос. На второй перерыв команду ушли со счетом 3-0. Пока хоккеисты отдыхали, зрители стали свидетелями романтичной картины. В центре ледовой коробки бывший игрок хоккейного клуба «Челны» перед полуторатысячной аудиторией сделал предложение о своей возлюбленной. Два периода прошли на одном дыхании. Вот начинается самая интересная часть – третий период. Кому же достанется заветный трофей, пока неизвестно. Ведь в этой битве клюшки скрещивают сильнейшие хоккеисты первенством молодежи на хоккейной лиге. Исход матча может быть решен даже на последних секундах. Пока вратари сборной «Востока», как говорят в хоккеистом, повали сухари. Голкиперых соперников игра давалась тяжелее. Еще одна, уже четвертая шайба, оказалась в воротах «Синих» в третьем периоде. С подачи Алексея Нечкина. А голевой пас на счету челнинца Айдара Хананова. И вот финальная сирена. 4-0. Грустные лица проигравшего Запада, искренняя радость победителей. Тут все по-настоящему, ведь эти звезды хоккея еще только зажигаются. Там чуть не повезло, шайба в вороты не шла, много моментов. Но не получилось, не повезло чуть-чуть. В четырех предыдущих матчах за кубок поколения «Восток» поднял трофей над головой только единожды. В этом году удалось повторить. Общая история встреч – 3-2. И пока в пользу Запада. В игре очень хорошо отыграли. Все друг друга начали понимать. У нас сложился единый коллектив, и мы одержали победу. Было желание, наверное, у ребят победить побольше, чем у Запада, наверное. Если хотим войти в историю, нужно отработать два часа и заявить о себе. Победители уходить не спешили. Каждый намеревался запечатлеть себя с трофеями, медалями. Тем более, когда их вручает легенда российского хоккея Алексей Морозов. Ну а челнинский зритель искренне благодарил и чемпионов, и уступивших за подаренный им спортивный праздник. Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, Андрей Буслаков. РНТВ. Набережная Челны. Дмитрий Кравченко, Андрей Буслаков.